Белгород-Анапа 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 Пискаю экспериментов, и я пошёл сюда, чтобы посмотреть на опыты, как они делаются. Может, с мамой это сделаю дома, когда приеду. На острове Планетарном работают около десятка мастерских, начиная от зонглирования и экспериментариума, и заканчивая такими необычными, как строительство шалашей и даже пение в душе. Она заплачет, и она сделает кольцо на пальчик. Но помимо всевозможных мастерских, на долю островитян каждые 3-5 дней выпадают испытания. Они определяются летом и авророй, то есть руководителем предотряда и старшей вожатой. Ребята с разных племён, с разных отрядов приходят по желанию, да, и занимаются каким-то общественным делом. Например, сейчас мы видим испытание под названием апгрейд. Ребята за три дня должны украсить задник, так называемый, и мы его повесим на арену, и будет красиво. Давай, кружочки. Мне стало очень интересно, когда я услышал, вот, думаю, что-то апгрейд, пойду, посмотрю, присоединился, очень интересно. А этим жителям острова доверили другое серьёзное испытание – самим проводить мастер-классы для малышей. Привет, ребята, я приветствую вас на новом испытании детские мастерские. Завтра вам предстоит самим вести мастерские, и для этого нам нужно их придумать. Какие у вас есть идеи? Да. Гимнастика. Прекрасно. Баскетбол. Баскетбол, да. Баскетбол. Пение. Мне очень нравится творческая деятельность, мне нравится работать с разными людьми. Мне нравится на острове Планетарий то, что не только я могу научиться чему-то, но и могу научить чему-то других. Примерно с шести лет умею, ну вот, учусь рисовать, непрофессионально, самостоятельно. И хочу показать другим только не обычное рисование, а рисование руками, пальцами. Вот разные фигуры можно делать. Ну и, конечно, какой же отдых без купаний в море. Океан, как его называют обитатели Планетарного, бессменное место встречи всех времен. Такие неподдельные эмоции может испытывать только тот, кто этого путешествия к морю ждал очень долго. Для большинства маленьких островитен это первая встреча с большой водой. Я очень долго ждала этой поездки, я очень хотела сюда приехать. Мне кажется, что это рай, потому что здесь так много людей, все время какие-то мероприятия веселые, новые знакомства. Это так здорово. В общем, мне здесь очень нравится. Благодаря этой поездке я познакомилась с хорошим человеком. Ее зовут Вероника, она из Новороссийска. Мы с ней живем в одной комнате. Теперь мы подруги. Море превосходное, шикарное, теплое, прозрачное. Если бы не фонд поколения Андрея Скотча, я бы сюда не приехала ни первый, ни второй раз. Купание в океане строго по графику. Дважды в день. Но перед этим медперсонал лагерей спасателей проводит мониторинг среды по всем показателям. Измеряют температуру воды, воздуха, скорость и направление ветра, давление. Кроме того, и в море, и на суше юные островитяне всегда под бдительным присмотром взрослых. Дети на пляже находятся под постоянным наблюдением со стороны спасателей на берегу. Также в воде. Двое спасателей находятся в воде, один на берегу. Дети плавают в своей акватории. В акватории никто не допускается. Вода – это опасная стихия. И она ошибок не прощает, в принципе. Поэтому приходится все время блюдить, блюдить, смотреть, наблюдать. Вдоволь нарезвившись на морской прогулке, каждое племя, напевая свои позывные, спешит в аппетитницу. Этим словом в планетарном называют столовую. Ветер, гони волну, чтоб я быстрее плыл. Может, хоть так верну все то, что я люблю. Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Дневной рацион жителей острова составлен таким образом, чтобы у них хватило сил и энергии на все. Пятиразовое питание – залог хорошего настроения. Чтобы ребенок получал калории, во-первых, обязательно. Все витамины были, присутствовали. Это обязательно, потому что СС приезжает, это все проверяет. Это в меню, это все-все-все соблюдено обязательно в порядке. Ну и, конечно, как говорится, после сытного обеда полагается поспать. Хотя не всем. Пока малыши получают свою порцию отдыха, командиры отрядов, а точнее вожди, собираются на кучу малу, где обсуждают события дня минувшего и строят планы на вечер. Каждый приходит на встречу со своим тотемом. Оберег племени Нечоси-Кочоси – креативный арбуз из старого буйка. Вождь Мария Чуева говорит, завоевать авторитет среди соплеменников ей было не так сложно. У нас просто все дружные и все очень классные, и мы как бы посовещались. Смотрели четыре дня на всех детей и думали, кто же, кто же. И вот мы выдвинули свои личности. У нас были выборы, и я осталась ждем. Ну а под занавес дня все жители острова Планетарный собираются на Тусе-Джусе. Здесь проходят концерты, интеллектуальные игры, мозговые штурмы и, конечно, одно из ключевых мероприятий смены – конкурс талантов. Группы поддержки готовятся к этому событию еще с самого утра. Рисуют плакаты, разучивают речевки. Свой номер для конкурса ребята из племени Ями-Ями придумали буквально за день. Но говорят, даже этого времени хватило, чтобы и спеться, и станцеваться. Так, ребята, мы должны выступить хорошо, без всяких помарочек. Мы – команда! Мы – команда! Нам помогло сплотиться, когда у нас было испытание карандаши. Мы должны были все пронести карандаши, присесть, держали пальцами карандаши. Когда упал карандаш, мы начинали все заново. Несколько попыток, мы все собрались и сделали это испытание. Мы очень были довольны. А теперь мы понимали друг друга, а теперь все сделали. Нам помогла дружба. Но на Тусе Джусе вечер на острове не заканчивается. Впереди у ребят зумба или на языке жителей планетарного дискотека. Это как раз тот случай, когда место встречи изменить нельзя. Лето 2015. И вновь белгородская ребятня набирается сил в одной из лучших здравниц Краснодарского края. За время действия здравительной программы фонда «Поколение» незабываемые морские каникулы в Анапе провели уже более 4 тысяч мальчишек и девчонок, которые наверняка даже через много лет будут помнить тех, кто подарил им однажды этот счастливый билетик в лето.